Красота спасет мир Действительно так, Анастасия? Совершенно верно Добрый день, добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте, это в зависимости от времени суток Выглядите прекрасно Благодарим Что мы сегодня будем интереснее делать? Мы сегодня преображаем прекрасную модель Алису Я давно сотрудничаю с модельными агентствами И собираю прекрасных девочек для съемок и для рекламы Какой у нас сегодня образ? Образ у нас сегодня достаточно классический Всеми излюбленные стрелки Свежесть на лице Легкие локоны То есть все, что любит молодость Вперед! Мы сейчас сделали подложечку для наших блесточек Чтобы они у нас плотно легли Смотрелись очень однородно с веком Не скатались И макияж был достаточно стойким и долгоиграющим Сколько лет лучше в индустрии красоты? В индустрии красоты я уже с 2016 года И очень символично, что мое первое обучение проходило именно здесь, в этой студии У меня был прекрасный преподаватель Которая дала мне такую мощнейшую базу Которая, наверное, меня и поддерживает фундаментом по сегодняшний день Анастасия, какого принципа вы придерживаетесь? Вам нужно хорошо знать человека, чтобы уловить его типаж? Вы знаете, нет Я все-таки считаю, для того, чтобы стать мастером-визажистом Мало, конечно же, учиться каким-то азам по макияжу То есть это очень творческая профессия Здесь очень важно именно видеть типажность человека Видеть анатомические особенности, цветотип И, конечно, творчески мыслить Поэтому не обязательно знать близко человека Мне достаточно увидеть, и я уже знаю, что человеку пойдет Что не пойдет, или что можно дополнить или скрыть Существует множество школ красоты Принципы которой вы выбираете для себя? Я достаточно много в свое время посещала мастер-классов и обучений Начала, конечно, у нас с города Иркутска Двинулась дальше, очень часто посещала мастер-классы в Москве Моя, наверное, самая любимая школа Это школа Ксении Никитиной «I can face» Но, опять же таки скажу Для того, чтобы свою картинку создать Нужно посетить большое количество обучений Взять что-то свое А то, что тебе не подходит, наверное, отсесть И в этом, наверное, будет твой стержень И твоя школа конкретно Которая будет помогать тебе А вечерний макияж всегда должен быть ярким и вызывающим? На мой взгляд, да Потому что вечерний макияж всегда должен быть нарядным Но он не всегда должен быть вызывающим Яркости можно добиться Не обязательно нарисовав смоки айс И сделав из человека панду И все самое лучшее в один день И блестки, и стрелки Нет, это не обязательно Можно расставить несколько цветовых акцентов То есть выразительными сделать и глаза, и губы И сделать красивый ровный тон лица И хороший яркий контуринг И причем все вместе Это не будет смотреться как-то ярко Это будет смотреться все очень однородно и гармонично Открывай глазки Так 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 Если ранее делались акценты на глаза либо губы, то какие вене моды сейчас? Сейчас все настолько проще стало, то есть нет каких-то канонов для того, чтобы выделять ярким какой-то один акцент на лице. Сейчас все можно, и брови яркие, и глаза яркие, и губы, но сейчас в принципе тенденция идет больше к натуральности, больше делать натуральные воздушные брови, нюдовые макияжи, очень нежные оттенки выбирают для контуринга и для румян, то есть больше идут персиковым и розовым оттенком, нежели коричневым, как раньше. Поэтому сейчас, конечно, натуральность в моде, но и яркие макияжи тоже не отстают, потому что сейчас очень любят, особенно девчонки помоложе, голубые, розовые, оранжевые тени, а можно и все вместе, главное их уметь правильно стушевать, чтобы один цвет выходил в другой. А что вы считаете самым главным в макияже? Я всегда говорю своим ученикам, что самое главное в макияже это аккуратность и чистота. Именно поэтому я всегда начинаю с глаз. Сначала я делаю макияж глаз и затем я отрабатываю тон. Почему? Потому что можно что-то наляпать, выйти за границу, это можно убрать без следа и затем тон будет чистым. Поэтому я всегда говорю, аккуратность, чистота – это все, что нужно в макияже. Даже если это не замысловатый макияж, самое главное, конечно, это чистота и аккуратность. Совет феи красоты. Что самое главное должно появиться на лице девушки, если она не успевает сделать полноценный макияж? Конечно, брови. Брови всего голова. Брови задают все линии на нашем лице. Поэтому появляются брови, появляется лицо. А что должно быть в избытке в косметичке у каждой девушки? В наше время сейчас все настолько доступно. И масс-маркеты, и магазины с косметикой брендовые. То есть сейчас можно не иметь кучу чего-то профессионального. Можно иметь карандаш коричневый – достаточно универсальное средство, которое можно использовать и на брови, и на глаза, и на губы. При желании можно даже и задать легкий контуринг с помощью растушеванного карандашика. Пудру, ну и, пожалуй, румяну. По-моему, получается просто замечательно. Ну что ж, наш романтический образ в классических оттенках готов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова